Коллеги, всем добрый день. Напишите, пожалуйста, в чатик, слышно ли нас, видно ли нас, чтобы мы понимали, все ли у нас в трансляции в порядке. Так, первый плюсик есть. Отлично. Тогда давайте подождем буквально минутку тех, кто еще подтягивается к нашей презентации. Наверняка из-за снегопада некоторые опоздают. Ну и сразу хочу сказать, что если у кого-то есть какие-то проблемы со звуком, с изображением и так далее, то вам необходимо либо обновить страницу, либо попробовать перезайти в комнату вебинара. Соответственно, это должно помочь. Если вдруг будут какие-то проблемы, которые не устраняются, пишите в чатик. Соответственно, мы постараемся вам помочь советом. Ну, предлагаю тогда начинать. Я думаю, что к нам еще присоединятся участники, но в любом случае тогда не будем задерживать тех, кто уже присоединился. Еще раз добрый день, коллеги и тем, кто уже подключился, с кем здоровались, и новым подключившимся. Тема сегодняшнего нашего с вами вебинара – это функциональные возможности новой Axelot WMS E5 для склада интернет-магазина. Представимся. Ведущими сегодня выступим я, Ирина Живайкина, руководитель отдела продаж компании Axelot, и мой коллега Антон Дегтярев, аналитик отдела развития компании Axelot. Тайминг нашего сегодняшнего с вами вебинара будет следующим. Мы с вами начинаем вот сейчас в 11 часов. Я расскажу небольшую вводную часть. Она продлится около 7 минут. Далее я передам слово моему коллеге Антону, который, собственно, расскажет про нашу E5 и про ее функциональные возможности именно для работы складов интернет-магазинов. И мы с вами обязательно оставим, получается, ко времени на то, чтобы ответить на ваши вопросы. Соответственно, вопросы вы можете задавать к нам в чат. Пишите их прямо по ходу того, как мы будем рассказывать вам. Мы, соответственно, на эти вопросы ответим, ну и подискутируем, если это будет вам интересно и необходимо. Собственно, перейдем к повествованию. Итак, какие же у нас с вами есть потребности при работе с интернет-заказами с нашими клиентами? Наверное, стоит сказать о том, что интернет-торговля – это не только наше настоящее, но и будущее. Как будущее ближайшее, так и будущее долгосрочное. Еще пару лет назад мы с вами, наверное, гораздо реже заказывали какие-то товары в интернете. Сейчас все-таки это прямо очень плотно вошло в нашу жизнь, и пандемия сыграла свою роль в нашем взаимоотношении с интернетом. Мы все чаще стали заказывать и продукты питания в интернет-магазинах, и какую-то одежду, электронику, бытовую технику, и все, что с этим связано, все, что, соответственно, у нас с вами в жизни есть. И наши с вами покупатели и мы, как такие же покупатели, все более становимся требовательны к интернет-магазинам, к услугам, которые нам они оказывают, к товарам, которые мы получаем. У интернет-магазинов должен быть довольно широкий ассортимент, потому что, когда мы заказываем условное платье, мы всегда хотим получить еще что-то к этому платью, например, или туфли, или ремешок, или вот что-то подобное. То бишь у нас с вами ассортимент должен быть широк, и мы на складе должны с этим широким ассортиментом уметь работать и собирать эти заказы. Мы с вами, как требовательные покупатели, хотим, чтобы наш заказ собирался максимально точно и максимально быстро, именно так, как мы привыкли, придя в розничный магазин, выбрать вещь, которую мы хотим, тут же ее получить и, собственно, пойти ей пользоваться. Именно поэтому у нас время на сборку такого заказа для наших интернет-покупателей все уменьшается и уменьшается, потому что если мы откроем интернет-магазин, которым срок сборки и доставки меньше, мы, скорее всего, закажем тот же самый товар там. Конечно же, мы должны с вами оперативно доставлять эти заказы, но не только оперативно доставлять, но и в том числе оповещать наших клиентов и нас о том, что происходит с нашим заказом. В каком он статусе? Он собран, он едет к нам, он уже приехал к вам к выдаче, либо курьер к нам скоро приедет. Потребитель, конечно же, хочет знать эту информацию. Ну и, конечно, мы должны выполнять требования маркетплейсов к упаковке, к качеству товара, сборке, ко времени и так далее. И поскольку мы работаем с интернет-заказами, наш склад может и должен стать нашим с вами конкурентным преимуществом. Соответственно, склад, который работает с интернет-магазинами и компания, которая работает с интернет-заказами, должна быть готова ко всяческим нововведениям. Мы должны уметь адаптироваться к новым требованиям как к каких-то регулирующих наших органов, так и к нашим потребностям физических лиц, покупателей, потому что мы хотим получать товар быстро, мы хотим получать товар качественный, красиво упакованный и так далее. Ну и, соответственно, мы должны быть готовы к этим изменениям. Чаще всего мы привыкли к тому, что внутри предприятия есть какая-то корпоративная информационная система, которая закрывает все потребности бизнеса, начиная от бухгалтерского управленческого учета, заканчивая складом, доставкой и так далее. Но поскольку сейчас мы говорим об интернет-заказах, о такой развивающейся отрасли, вот прям с мемильными шагами, мы считаем, что нужно переходить к микросервисной архитектуре IT-составляющей предприятия и, соответственно, выделять склад в отдельную систему, которая будет им управлять, которая будет максимально гибкой к изменениям и которую при необходимости мы можем как-то модифицировать. Соответственно, для склада нам, конечно же, нужно промышленное решение, которое в какой-то момент не рухнет, и мы хотим быть в нем уверены, что оно выдержит и нагрузку, и нашу потребность к изменениям, введениям и так далее. Собственно, про такую инновационную нашу систему в силу от ВМС Е5 мы сегодня с вами и собрались поговорить и, собственно, более подробно про тему нашего вебинара и про все, что в нее входит, расскажет мой коллега Антон Дегтярев рядом со мной. Передаю ему слово. Итак, тема, собственно, нашего сегодняшнего вебинара — это более детальный разбор функциональных возможностей системы Axelot ВМС Е5. И в отличие от прошлого вебинара, который мы уже проводили по этой тематике, сегодня я хочу сделать упор не на архитектуру подхода и отличия, а именно на функциональные возможности. То есть рассмотреть ее в виде стандартных требований КОМС-системы, но с учетом специфики складов интернет-магазинов как одной из наиболее развивающихся отраслей и как отрасли с требованиями, которые мы сейчас сталкиваемся на практике как в проектах по X5, так и, в принципе, в проектах по Е5. Я расскажу про те требования, которые, в принципе, выдвигает отрасль и специфика к работе ВМС-системы. Расскажу про те интересные фишки, которые мы сейчас в рамках нашей системы ВМС Е5 умеем поддерживать. И расскажу про особенности автоматизации тех или иных процессов. Если в ходе рассказа у вас будут возникать какие-то вопросы, вы сразу задавайте. Я думаю, что в режиме дискуссии это будет более интересно и занимательно, чем в режиме монолога. Ну и, собственно, если будут какие-то вопросы уже по прошедшему вебинара, тоже пишите. С радостью на все это ответим. Вкратце расскажу вам о нашем решении ВМС Е5, что оно из себя представляет и каким образом оно функционирует. Значит, система данная разработана на платформе .NET Core и построена по принципу сервисной архитектуры. То есть это не монолитное приложение, это набор сервисов, каждый из которых предназначен для выполнения той или иной задачи. Прикладной, интеграционной, пользовательской, отчетной, работа с оборудованием и так далее. Одним из интересных моментов с точки зрения архитектуры является работа с объектной моделью памяти. То есть все наши оперативные объекты, документы и задачи, с которыми мы функционируем, они загружены в оперативную память и все манипуляции с данными происходят в ней. То бишь это быстро, это производительно и это не требует каких-то дополнительных ресурсов, кроме, собственно, памяти. Значит, основным как бы модулем, который занимается управлением всеми нашими сервисами, является, собственно, контроллер-кластером, который умеет включать компоненты, балансировать нагрузку, отключать их, управлять их состояниями и так далее. С точки зрения работы с данными, мы поддерживаем на текущий момент Microsoft SQL Server и Postgre. Но СОБД, как бы в отличие от классических ОМС-систем, в данном случае является неким кэшем уже успешно выполненных транзакций. То есть база нам, по сути, нужна для хранения той информации, которую мы оперативно успели сделать, и база служит нам источником данных при, собственно, поднятии системы при старте, либо там какого-то завершения, обновления и так далее. Вот вся основная работа происходит в именно памяти. Значит, далее вкратце расскажу, опять же, более подробно я про это рассказывал на предыдущем вебинаре, сейчас просто вкратце для тех, кто на нем не участвовал, вкратце расскажу про сервисную архитектуру и, собственно, зачем это нужно применительно к реальному объекту. Как мы понимаем, склады все разные, и те или иные функции на складах могут как использоваться, так и не использоваться. Мы выделили набор сервисов, каждый из которых автоматизирует ту или иную прикладную задачу, для того, чтобы мы могли разворачивать как централизованно, так и децентрализованно, и для того, чтобы у нас была возможность по горизонтальному масштабированию и дублированию ряда однофункциональных сервисов на разных узлах сети для повышения производительности. Основным ядром системы, помимо кластер-контроллера, является сервис, который предназначен для работы с данными, Data Manager. Это как бы основное ядро нашей системы, в котором заложена вся бизнес-логика и вся логика по работе с данными, которые он, собственно, предоставляет другим каким-то сервисам, как нашим, так и кастомным, которые заказчик может разрабатывать сам от себя. Внутри как бы всех компонентов для связи их служит интеграционная шина. То есть сервис BAS мы используем NATS. И сервис, собственно, который называется сервис управления складскими событиями, VH-Event Service, который предназначен для распространения по вот этому интеграционному контуру данных обо всем, что случилось внутри системы, для других сервисов, которые, в свою очередь, являются подписчиками. То есть любое событие, которое произошло в системе, оно сразу с помощью NATS становится доступным всем остальным узлам, как нашим внутренним, так и кастомным. Вот, что позволяет без каких-то дополнительных манипуляций построить полностью событийную систему в режиме реального времени, которая не требует каких-то регламентных заданий, отложенных запусков и аналогичных манипуляций. То есть любое событие, которое происходит в системе, оно моментально распространяется туда, куда нужно, с минимальными задержками и с гарантией доставки сообщений. Значит, остальные сервисы, они, собственно, служат для выполнения уже более-менее практических задач. Это отдельный сервис, который занимается пополнением и в режиме онлайн-мониторит складские остатки, дефициты и расхождения. Это сервис потребностей Requirement Hub, который отвечает за планирование и который, опять же, может быть расположен отдельно, либо вместе с какими-то другими компонентами. Это Print Manager, отдельный узел, который отвечает за печать, за взаимодействие с принтерами этикеток и с обычными принтерами. Сервис интеграции, который, опять же, может быть кастомным, может быть стандартным, может работать с шиной данных Дотарион, может использовать какие-то другие способы обмена. Это сервис витрин Датамарта, о котором мы поговорим еще отдельно, потому что он как раз-таки интересен в контексте предоставления отчетности внешним системам, выгрузки каких-то данных во внешний мир и, в принципе, общению с неким контуром BI. UI-сервис, то бишь User Interface, это, собственно, окно для пользователей, с которым они работают с системой. Система построена, собственно, на веб-приложении, то есть мы работаем в браузере и мы не требуем установки какого-то дополнительного ПО на клиентские станции. И, собственно, Mobile Service — это основной механизм для работы с подключаемым мобильным оборудованием, то бишь терминалами сбора данных. Также у нас есть набор сервисов, предназначенных для работы с технологическим оборудованием, с сортерами, с конвейерами, и, собственно, модуль, встроенный ВЦС, который отвечает за все это. Но о нем я довольно подробно рассказывал в рамках предыдущего вебинара. Сейчас, так как специфика будет более функциональная, я о нем говорить не буду, но, как бы, вещь достаточно интересная. Можете ознакомиться с ним в предыдущем выступлении. Значит, далее перейдем к более функциональным задачам. То есть общее впечатление о, как бы, концепции системы, я думаю, оно у вас появилось, с точки зрения, как бы, подхода к развертыванию и к ее построению. Дальше рассмотрим именно бизнесовые задачи, которые встречаются на складах интернет-магазинов, и рассмотрим, собственно, как мы умеем эти задачи решать, имея... Ну, хотите демо, можем отдельно обсудить. Позже ответим на эти вопросы. Я думаю, позже. Значит, все касается специфики. То есть, как уже говорила Ирина, это склады, которые должны поддерживать большой ассортимент продукции, при этом обработка заказов преимущественно штучная и глубина заказов небольшая. То есть, это работа с физлицами, ну, преимущественно с физлицами, это небольшие заказы, которых при этом может быть очень много и которые могут быть одинаковыми. То есть, вплоть до заказов из одной позиции, которые также можно объединять друг с другом и обрабатывать по отдельным схемам. Также мы имеем достаточно интересные и сложные дополнительные требования к маркировке. То есть, это различные этикетки для маркетплейсов, если мы, собственно, отгружаем наши заказы не напрямую там с нашего сайта, а через какие-то маркетплейсы и доставляем их, используя либо их, либо нашу доставку. Это дополнительная маркировка при использовании курьерских либо транспортных компаний, ну, то есть, к примеру, клиент оформляет свой заказ, выбирает там условные BoxBerry или PickPoint, мы должны связаться с X-сервисом, зарегистрировать заказ, получить подтверждение, распечатать этикетку, вызвать курьера или, собственно, отправить этот заказ самостоятельно в их РЦ и так далее. Вот, причем таких сервисов может быть достаточно много, но с точки зрения складских процессов это все относительно похоже друг на друга. Здесь достаточно интересно решается интеграционная задача как раз-таки с помощью его подключения всяких кастомных сервисов и к наличию, собственно, той логики, которая уже есть внутри системы, которая позволяет оперировать в том числе дополнительными свойствами доставки, актами приема-передачи и так далее. Также есть интересные требования касаемые предпродажной подготовки. То есть, это внутрискладская комплектация, формирование подарочных наборов под всякие акции или какие-нибудь интересные события. То есть, собственно, блок комплектации в нашей системе он сейчас достаточно хорошо развит, включает в себя много интересного функционала по работе с комплектациями, которые приходят из внешних систем, по автоматическому формированию комплектации под дефицит продукции, которая находится на складе, то бишь при планировании отбора, по всевозможным взаимосвязям между комплектациями и заказами на отгрузку, по печати, резервированию и так далее. Но про это чуть позже тоже детально расскажу. И, собственно, последний момент, на который я хочу взять акцент, это как раз-таки работа с остатками с очерностью, но с упором не на внутренних потребителей, а с учетом на внешних потребителей. То есть, естественно, нам нужно поддерживать наши складские остатки актуальными, потому что ситуация, когда клиент заказывает онлайн товар, потом оказывается, что его на складе нет, она как бы на имидж компании обычно влияет негативно. То есть, люди, которые не умеют актуализировать свои остатки и показывать их в правильном виде, они могут лишиться определенных клиентских баз. Единственное, говорим о том, что есть задача чисто складская, это, собственно, научить систему людей эти остатки поддерживать актуально в режиме, а вторая часть это задача интеграционная. То есть, сделать набор сервисов, которые позволяют внешним потребителям быстро и, главное, безопасно для нас эти данные получать. Вот это касается, собственно, не только остатков, но информации по статусам, по документам и так далее. То есть, здесь я более детально расскажу про функционал витрин и про возможность использования дополнительных сервисов для получения этих данных внешними системами, которые могут быть абстрагированы от основной базы, то бишь, абсолютно безопасно, находиться в отдельном контуре и так далее. Значит, первое, что мы рассмотрим, это, собственно, технологии работы системы, которые заточены под штучную обработку грузов, вот, как первую функциональную задачу, о которой я говорил. Здесь я хочу сделать акцент на следующее. То есть, при работе с мелкоштучными заказами, мы, помимо обычной классической по заказанной сборке, используем дополнительные технологии. То есть, групповой отбор с сортировкой, это процесс, в рамках которого сотрудник отбирает общий пул заказов, как состоящих из одной строки, так и многострочных, как бы, в общий пул и выполняет сортировку в рамках отдельной операции. Это сортировка по заказу, она может выполняться с мобильными терминалами, может выполняться с стационарными рабочими местами и, как бы, операция должна быть визуально понятна и еще видна для сотрудников. Вторая операция, это кластерный обор. Это, собственно, операция, при которой сотрудник выполняет сортировку, опять же, большого количества заказов непосредственно при сборке. То есть, очевидно, что если у вас в системе есть 50 заказов, которые содержат в себе одну, две, три строки заказа, каждый раз ходить по складу для сборки, это очень неэффективно с точки зрения пробега сотрудников. Используя данные технологии, мы можем объединять эти заказы и за один цикл обхода, который делает человек по складу, сразу собирать достаточно большую потребность, выполняя сортировку либо сразу, либо после. В данном случае наш мобильный клиент поддерживает различную цветовую визуальную идентификацию, то есть, это цветовая раскраска мест для сборки, когда сотрудник по цветам подсвечивается, какое место он должен положить. Это вывод каких-то визуальных подсказок, то есть, изображение товара, изображение тары на мобильный клиент. С этим мы тоже можем достаточно успешно работать. К примеру, когда мы используем какую-нибудь сборочную технику или тережку с кучей лотков, если эти лотки маркированы цветом либо каким-то образом обозначены, сотруднику глазами гораздо проще понять, что куда положить, будь то операция кластерного двора, либо будь то операция сортировки. И наш мобильный клиент умеет с этим работать, сейчас это выглядит достаточно интересным и используется на практике. Еще одним интересным моментом, который мы сейчас поддерживаем в рамках нашего мобильного клиента и используем в контексте E5, в принципе, эта функция скоро появится и в MSX5, это оптимизированные режимы ввода. То есть, так как наш мобильный клиент, он позволяет часть кода исполнять на клиенте, то мы сейчас поддерживаем функцию быстрого сканирования, когда сотрудник выполняет достаточно скоростное поштучное сканирование товаров, при этом данные на сервер отправляются не сразу, а по итогу совпадения плана с фактом, либо по итогу выполнения задачи, либо по итогам получения какого-либо расхождения. То есть, скорость такого поштучного сканирования, она в разы больше, чем классического сканирования поштучного, когда каждое выполнение задачи, точнее, когда каждое сканирование задачи выполняют ее на стороне сервера, и это позволяет именно штучные операции, когда сотрудникам нужно очень быстро выполнять какие-то сканирования, существенно оптимизировать. Вот, это тоже такая достаточно интересная функциональная возможность, которая у нас сейчас недавно появилась. Причем сотрудники могут самостоятельно использовать тот или иной режим ввода, то есть сканировать. Очень много товара отсканировали, захотели, переключились на ввод с клавиатуры, ввели количество с клавиатуры, дальше продолжили сканировать и так далее. То есть сейчас это не требует каких-то фиксированных настроек, и мы имеем возможность переключаться на лепо. Опять же, если это разрешает роль исполнителя. Еще интересный момент, связанный с мелкоштучкой и с обработкой подобного рода заказов, он заключается в достаточно гибком функционале подсказок. То есть мы можем выводить подсказки к действиям, которые приходят от клиентов, которые приходят от каких-то маркетплейсов в рамках складских операций. То есть это информация о том, как там нужно товар упаковать, нужно ли сформировать какие-то кванты, нужно ли сделать какую-то дополнительную таковку. Причем подсказки могут находиться как общие для всего заказа, так и индивидуальные для каждой строки, если требуется сделать какие-то хитрые действия, которые сотрудник должен увидеть на терминале, либо на бумажном листе отбора. Также мы на текущий момент имеем возможность работы как с терминалами сбора данных, так и с бумажными листами. Причем в ряде операций мы можем как бы использовать гибридную технологию, когда мы работаем одновременно и с бумагой, и с ТСД. То есть, к примеру, у нас есть какие-то немаркированные товары, которые нам удобнее собрать по бумаге, и есть какие-то товары, которые нам удобнее собрать с терминалом. Вот это, опять же, на уровне настроек разорвивается, система позволяет с этим оперировать, потому что, ну, как бы ни для кого не секрет, что зачастую сборка по бумаге, она может быть быстрее, чем сборка с терминалом, хоть и чуть, ну, точнее, не чуть, а менее точной, зато очень быстрой. И в зависимости от дальнейших технологий упаковки и контроля иногда это может тоже иметь свой скоростной эффект. Далее рассмотрим как раз-таки требования к маркировке и к тому, как система умеет с этой маркировкой работать, настраивать различные макеты, привязывать эти макеты к различным объектам внутри системы и настраивать ту или иную логику определения, что, когда, кому печатать и, главное, зачем. Значит, как я уже говорил, у нас может возникать необходимость печати индивидуальных этикеток, которые зависят, первое, от товаров, второе, от покупателей, то есть, собственно, к кому мы это отправляем, непосредственно конечному покупателю, к излицу, либо там какой-то промежуточный узел и так далее. И от транспортной компании, то есть это в том числе этикетки, которые мы не печатаем по нашим данным, а это этикетки, которые мы получаем путем обращения к сервисам тех или иных компаний, сохраняем их у себя и выводим на печать. Вот. Это тоже достаточно такая практически несложная задача, но при этом интересная. Для работы с внутренними этикетками мы используем FastReport Online Designer, то есть это графический элемент построения отчетов и печатных форм. Он немножко похож на, собственно, инструмент формирования этикеток, которые используются в 1С, вот, но имеет чуть более гибкие возможности в плане работы не только с единичными объектами, но и работа с пользовательскими запросами. То есть аналитика для внедрения сможет сам написать какой-то произвольный запрос и на поля, которые получаются по итогам обработки этого запроса, сделать какой-то макет. Вот. Либо этикетки, либо ту или иную какую-то кастомную печатную форму. Привязка вот этих макетов-этикеток, как видно здесь на скрине, к объектам также производится в пользовательском режиме. То есть, по сути, без разработки мы зачастую можем создать кучу макетов печатных форм, сказать, из каких объектов они будут печататься. Один и тот же макет может печататься из разнообразных объектов. Из объектов, из списков определить диалоги, определить источники данных, то есть это SQL-запросы, или типы объектов, по которым он строится. И, собственно, настроить внутри системы достаточно гибким образом. Дальше, после того, как все эти макеты настроены, у нас встает задача, как же определить логику, когда что печатать и для кого. То есть здесь нам на помощь приходит привязка макетов к контрагентам, привязка макетов к видам продукции, к видам объектов хранения, привязка макетов, собственно, к контрагентам, которые могут являться доставщиками либо транспортными компаниями. И что касается самой печати. То есть так как у нас в составе системы есть отдельный компонент, print manager, который отвечает за работу с принтерами, все, что нужно для быстрой и скоростной печати, оно уже встроено внутрь системы, не требует каких-то дополнительных, не наших сторонних сервисов, и позволяет из любого места, будь то с мобильного клиента, с рабочего места, либо просто по какому-то событию, которое произошло внутри системы, отправить нам нужный принтер, что нужно, когда нужно, и достаточно быстро. Вот, соответственно, вот эти вот вещи, связанные с маркировкой, они тоже позволяют достаточно много интересных задач решить. То есть печать на разные принтеры, разных этикеток, по разным событиям, при этом с уведомлением сотрудника о том, что ему нужны эти этикетки распечатать, подойти к тому или иному принтеру, получить эти данные и так далее. Дальше расскажу вкратце об аспектах, связанных с комплектацией и продажной подготовкой товаров. То есть вкратце я уже озвучивал, что это представляет из себя работу с заказами на комплектацию, и с обированием каких-то сборочных комплектов. Значит, здесь, по сути, у нас есть две основных задачи. То есть первая – это комплектация по требованиям корпоративной системы. То есть когда нам явно вместе с клиентским заказом приходит информация о том, что нужно отгрузить подарочный набор, и сначала этот подарочный набор нужно сделать по такой-то спецификации. Он в себя включает те или иные компоненты, нам надо их отобрать, а потом сделать физическую сборку комплектов. При этом спецификации может быть несколько. Спецификации могут содержать различные партии, различные конфигурации упаковок. То бишь, когда мы одно и то же готовое изделие можем на выходе получить из разных, но аналогичных по составу товаров. Второй вариант – это когда корпоративная система не оперирует комплектациями, не знает, что нам нужно скомплектовать, а то это или иной заказ. И оформление вот этих документов – это уже прерогатива ВМС-системы. То есть нам приходит заказ от грузии набор, а мы уже у себя внутри должны понять, что сначала нам надо его физически собрать, собрать его нам надо из чего-то, это нужно зарезервировать, проверить на требования клиентов и, собственно, сделать физическую операцию сборки. Значит, здесь, собственно, на слайдах показано, как у нас выглядит визуализация как раз-таки информации по комплектам на мобильном клиенте в ходе операции, как у нас выглядят строки заказов с возможностью выбора разных комплектаций и как, собственно, выглядят эти данные внутри системы. То есть четкое понимание, что нам нужно скомплектовать, четкое понимание, что нам нужно отобрать, и взаимосвязь главной этих заказов. То есть когда мы выполняем комплектацию, товары автоматом резервируются под заказ, перемещаются в зону отгрузки и консолидируются, собственно, с остальной частью данного документа, который уже не требует выполнения комплекта. То есть здесь как бы основная идея в том, что процесс комплектации, он встроен в процесс обработки клиентских заказов, и несмотря на то, что там используются отдельные документы, он с ним выполняется, по сути, параллельно. То есть мы понимаем, что у нас заказы обеспечены другими типами документов, не планируем эти товары, потому что они у нас комплектуются, и, собственно, естественно, умеем разруливать всякие нестандартные ситуации, будь то отмены, корректировки, изменения и так далее. И, наверное, предпоследней темой, которую я сегодня буду рассказывать, это интеграция с внешними сервисами. Здесь я расскажу про функциональные задачи и про бизнес-логику в контексте вот тех вот манипуляций, которые нужно делать непосредственно в системе. Значит, с точки зрения функциональной задачи. К примеру, склад работает с пятью различными транспортными компаниями. Клиент оформляет заказ, он выбирает способ доставки, там ту или иную курьерскую службу, либо почтовую отправку, либо доставку курьером и так далее. И в зависимости от этого складская система может построить те или иные дальнейшие события обработки. В принципе, часть этих событий, она может выполняться на стороне корпоративной системы, но при исполнении всех этих действий на стороне ВМС система позволяет этим более гибко управлять, потому что выдавать товар курьеру будет именно склад, принимать курьеру будет именно склад, понимать, что, как и когда, какие грузы ему нужно выдать, тоже, собственно, будет именно склад. Поэтому часть этих задач мы можем решать в рамках ВМС без особой сложности. То есть здесь мы на скрине видим информацию, собственно, о данных доставки клиентского заказа, которые ВМС-система запрашивает путем обращения к сервису той или иной службы в зависимости от того, кем этот заказ нужно отгрузить. То есть для каждой службы могут быть свои настройки вызова курьера на следующую дату, через дату и так далее. И складская система, когда у нас происходит то или иное событие, к примеру, смена статуса, готовности заказа, она отправляет эти данные на нужный сервис. Ранее, как мы уже говорили про сервисную архитектуру нашей системы, вот это выглядит следующим образом. То есть у нас есть набор сервисов, каждый из которых общается с тем или иным API, курьерская или транспортная служба. То есть в основном там раз сервисы используются. И при возникновении какого-то события мы уже понимаем, собственно, на какой сервис информацию нужно отправить. А дальше для ВМС-системы он работает как черный ящик. То есть он обращается к их сервису, получает все нужные данные, к примеру, этикетки для печати, какие-то печатные формы, данные по статусу, по регистрации заявки и так далее. И за счет этого сотрудники склада, они в ВМС-системе, в принципе, тоже могут видеть всю информацию о том, что курьер выехал, что курьер отправляется на склад, что он приедет в такую-то дату. И мы уже понимаем, что и когда мы должны выдать, какие отправления, какие печатные формы мы должны сформировать, и так далее. Несмотря на то, что сервисы эти, они технологически могут быть абсолютно разные, с точки зрения складских задач, это, в принципе, все достаточно однотипно. То есть нам нужно зарегистрировать отправление, присвоить ему ники, номер и идентификатор у внешнего сервиса, получить оттуда в большинстве случаев какой-то их внутренний штрих-код, который нам при этом надо распечатать. И сформировать некий акт приема-передачи, накладную, по которому мы выдадим продукцию курьеру, когда он приедет на склад. Для ВМС это, по сути, классические функции типа формирования рейсов и выполнения отгрузки, которые при этом сопровождаются различными дополнительными интеграционными событиями и заполнением дополнительных свойств заказа. Также, что из интересного, мы можем отслеживать статус по данным доставки, мы можем понимать, доставлена продукция до клиента и в этот момент только списывать товар со складом, либо если клиент по какой-то причине отказался от товара, мы можем генерировать возвраты на основании вот этих вот данных по статусам доставки. И, по сути, минуя там прохождение всех вот этих вот документов через КИС, работать с этими сервисами напрямую. Что, в принципе, тоже снижает нагрузку на обмены и позволяет решать часть задач более оперативно. Также это нужно для мониторинга, для какой-то централизованной рассылки уведомлений, если она делается из ВМС. То есть, когда мы из одного и того же места можем сказать там сайту, клиенту или кому-то еще, что заказ собран, курьер приехал, заказ выдан, заказ ожидает доставки и так далее. То есть некое такое единое. И последняя функциональная задача, о которой я бы хотел детально рассказать, это актуализация остатков и предоставление отчетности. Что касается актуализации самих остатков. То есть здесь функционал, опять же, более-менее классический для складской системы, и ВМС Е5 здесь, наверное, ничем новым не удивит. Это циклические инвентаризации, это пересчеты ячеек при возникновении проблем. То есть, к примеру, когда сборщик либо какой-то другой сотрудник не нашел тот или иной товар. Это инвентаризации по регламентам и по возникновению каких-то других событий. Также при этом мы можем оперативно формировать акты сверки для корпоративных и бухгалтерских систем, которые, собственно, двигают расхождение. И можем онлайн предоставлять остатки другим системам, которые эти акты сверки не нужны. Здесь расскажу про возможность разработки произвольных сервисов и про использование витрин. Значит, смысл витрин заключается в следующем. У нас есть наша основная база данных, которая не должна пускать никого извне к себе, и которая, в принципе, хранит данные к сервизованному виде, которые не очень понятны для анализа, если честно, совсем непонятны для анализа классическими SQL-запросами. Поэтому мы говорим о том, что мы создаем некую витрину данных, куда мы пишем не все, что происходит в нашей системе, а когда мы пишем только то, что нужно внешним потребителям. При этом внешними потребителями могут быть как и какие-то свои подразделения, то есть, к примеру, сверхостатки бухгалтерии, так и это может быть предоставление данных по статусам заказов сайту, либо клиентам и так далее. То есть витрина рассматривается как некий изолированный контур, отдельная база данных, обращение которой и даже поломка которой никак не повлияет на работоспособность основного контура. И, соответственно, именно вот в эту витрину мы можем пускать всех внешних потребителей, опять же, ограничивая доступ к тем или иным таблицам, формируя таблицы в пользовательском режиме по тем полям, которые нужны конкретно для этого класса и для этого потребителя и так далее. Вот. С помощью этого, собственно, внешний мир всегда может обратиться к ВМСу и получить в достаточно безопасном и оперативном режиме все нужные данные, которые нужны. Так, простите за тахтологию. Отдельно от витрин мы можем, собственно, использовать возможность разработки произволенных сервисов для предоставления тех или иных данных, причем там вызова тех или иных разметов. То есть нам нужно получить данные из ВМС-системы, мы отправляем запрос, в ответ получаем все, что нам нужно. И, как я уже говорил, вот эти вот сервисы, они зачастую могут реализовываться плагинами, то есть без вмешательства в ядро системы. На любом складе, в принципе, любым разработчикам, может быть, этот функционал разработан, встроен в нашу событийную модель и получать те или иные данные, когда нам нужно. И еще один, собственно, профит от использования витрин – это возможность использования этих данных в каких-то биосистемах, уже внедренных в компаниях. То есть не нужно придумывать какую-то специальную интеграцию, не нужно придумывать какие-то отдельные способы доставки информации. То есть если мы рассматриваем витрину как обычный набор там реляционных таблиц базы данных, то мы в простом для пользователей и аналитиков виде можем все данные туда выгружать. Опять же, мы их можем при этом трансформировать на нашей стороне. То есть если мы используем какие-то сложные системные витрины, предназначенные для отчетности, то мы это можем на уровне программного кода трансформировать что-то, что в дальнейшем уже будет понятным пользователям, выгружать это в общий какой-то контур, предназначенный для этого таблицы. И соответствующим образом черность и всю необходимую информацию там кризис. Вот. На этом, пожалуй, все. То есть я постарался сделать акценты именно на функциональные возможности, чтобы рассказать, что не просто у нас есть такая интересная система на другой платформе, но и рассказать про те именно бизнес-задачи, которые она умеет решать. Для того, чтобы у вас было представление об этой системе, как о полноценной складской системе, умеющей решать отраслевые задачи, работать оперативно и выполнять функции, которые накладывают на этот бизнес. Собственно, спасибо за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их сейчас в чат, либо позже, мы с радостью на них ответим. Да, и, соответственно, на слайдике вы видите наши контакты. Если вдруг на какие-то вопросы мы ответим, они у вас появятся позже, либо захочется подробнее услышать и увидеть про нашу ОМС Е5, ну и вообще, в принципе, про все, о чем занимается компания Axeload, то пишите, звоните обязательно. Мы рады будем ответить.